Пока что это не профессия. С точки зрения дизайна, Илья красив? Есть понимание, что дизайном могут заниматься все. Бизнес по-женски, это по-другому. В общем, у нас в гостях Анна Симонова, человек, которая занимается дизайном и создала еще свою онлайн-школу, где учите вы кого? Дизайнеров. Дизайнеров, логично. Очень много про дизайн сегодня будет. С точки зрения дизайна, Илья красив? Хотя бы симметричен? Мы не все не симметричны. Кстати, Илья окончил университет. Архитектург и строительство. Так что мы найдем общий язык. Как приходит в дизайн? Очень кривым путем все приходят. У нас есть, конечно, очень известная школа, типа Строганов, Камархи, они молодцы. И пускают архитекторов. Но как таковой профессии дизайнера интерьера ее нет. Почему говорят, в Европе дизайнеров приглашают, в России дизайнеров нанимают. Потому что есть отношение пока, что это не профессия. То есть очень часто приходится дизайнерам ломать вот этот стереотип того, что он в этом разбирается, что он имеет право сейчас рекомендовать, он имеет право говорить, что делать. И тут зависит, наверное, от силы какой-то характера или уверенность, когда можно остановить, сказать так, стоп, вот это моя компетенция, я этим занимаюсь, а вы занимаетесь темой. Я всегда говорю своим клиентам, что, говорю, вы же зубы-то идете к дантисту лечить, да, как бы одеваться, идете к стилисту, там, я не знаю, здоровье лечить к доктору. Говорю, а дизайнер, он вот это, 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 и дальше я вас не пущу. То есть я за это отвечаю. Вам так лучше. Вот, поэтому говорю, вот вам рецепт, идем по нему, как говорится, выполнять. И это как-то их, ну, впечатляет, потому что они не ожидают, что дизайнеры могут так относиться. Потому что, ну, как мне кажется, в Европе очень к этому серьезно относятся. Там нет курсов однодневных, там нету месячных курсов. Там есть какое-то серьезное отношение к профессии. А у нас, наверное, может быть, и каждый себя считает имениту, что я и сам себе дизайнер, и сам себе могу полос на стену повесить. Слушайте, я вчера буквально, у меня сейчас студия занимает моя, где я живу, 17-й этаж дома с панорамным видом, там, с террасы, со всеми, ну, так классно, короче. Я выбегаю, а на этаже одна живу, то есть я занимаю этаж. И там соседние есть помещения, которые никак никто не сделает. Смотрю, кто туда пробрался, думаю, ну, что случилось? Иду, смотрю, стоят ребята с рулеткой, что-то мерят. Я говорю, ребят, что вы будете делать? Они, у нас тут будет салон красоты. Я говорю, на 17-м этаже. 17-й этаж? Я говорю, а как, а балл того, лифт не идет до этого этажа, он доходит. Не слышали про первый этаж? Нет. А там на минуточку 140 квадратов, но дело даже не в этом. Я спрашиваю, говорю, слушайте, а кто делать вам будет проект и вообще как вот здесь вы все это пытаетесь? Да ладно, мы сами сделаем. Я говорю, а вы кто? Он говорит, да я инженер, я все могу. То есть вот все. То есть как бы есть понимание, что дизайном могут заниматься все. Ввиду этого рождаются какие-то курсы, которые зачастую родят дизайнеров, которые не совсем пока не понимают, что это за профессия. Они идут клиентам, вызывают их раздражение и создается некий резонанс о том, что в России вообще у нас дизайнеры не очень хорошие, мягко говоря. Соответственно, уже предвзято к ним относятся. И поэтому вот все вот в этой каше, и в этой каше я поняла, что есть дизайнеры реально талантливые, которым надо помочь. Потому что мне кажется, что даже у меня был такой период, я вообще на самом деле сама инженера, я баму окончила. Вот я хотел задать вопрос, как вы в дизайн-то попали? Как вы туда пришли? Ну, не кривым путем, довольно нормальным. Может быть, чуть раньше было бы лучше, потому что в целом я окончила художественную школу. То есть я в школе училась, окончила художку. Даже какие-то картины мне где-то выставляли. Недавно разбираю, там, картина такая в стори сразу. Смотрите, ребята, я рисую. Вот. И окончила школу, и, в общем-то, как-то так получилось, что, в общем, я поступила в Баунгу. Так, знаете, в Баунгу так просто, ну, поступила. Очень не жалею. Ну, ты совсем... Технический вуз, конечно. Это технический вуз, но я считаю, один из лучших в России. Очень благодарна, потому что, ну, реально это школа жизни. То есть это так очень жестко. И по окончании я поняла, что я не готова быть инженером. Ну, не готова служить России и быть инженером. И как раз я поняла, что надо искать что-то творческое. Как-то случайно попались в Институт культуры и искусств, кафедра дизайна интерьера. Они запускали второй высшее. Я пошла к ним учиться. Еще два года у них проучилась. И дипломный проект я делала уже реальному клиенту. Хорошо. А как вы услышали про онлайн-бизнес вообще? Не просто про онлайн, а образовательный вот сегмент нас интересует в частности. Я могу сейчас чуть-чуть похвастаться. Можно? Да. Можно? С удовольствием. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я совсем недавно получила премию как лучший основатель онлайн-школы для дизайнеров. Вообще она первая в России. Башкатов вручает премию. Потом он спрашивает, Анна, ну как же вы дошли до такой жизни, что вот вы взяли это, придумали, запустили? Говорю, был сильный кризис. Говорю, я поехала в Хорватию. Говорит, хороший у вас кризис был. Я поехала на регату как раз. И мы познакомились с как раз с Дмитрием Юрченко. И познакомилась с очень многими известными людьми, кто там был. Это была первая регата. Был момент, то есть, называется творческое выгорание. Со мной оно произошло вот год назад, когда ты поговоришь с человеком, с клиентом, выходишь и забываешь о нем. Очень важно, чтобы ты вот чувствовал человека, ты его через себя пропускал, а потом выдал что-то очень новое, красивое, интересное. Вот этого не происходило. Я была в каком-то жутком смятении, потому что как работать, что дальше делать. Я 12 лет этим занималась. На регате как-то поменялось, потому что, во-первых, я увидела, насколько люди активны и яркие. Я увидела, что в принципе в онлайн-бизнесе есть направление. Ну и пообщались там, и я познакомилась с теми, кто уже в онлайн-бизнесе. Я познакомилась с там известными бизнес-ангелами и так далее. Все это как-то завертелось. Я все это была очень напитана этой информацией, этой эмоцией. Когда приехала, наверное, еще август я пережевывала. В сентябре родилась идея понимания того, что я могу дать такого уникального на рынке. Как я хочу это преподать. То есть я поняла, что я хочу работать с дизайнерами. То есть на конференции много выступаешь, к тебе потом подходит какая-то толпа дизайнеров, они сейчас не отпускают кучу вопросов. Я поняла, что я реально могу им быть полезна, но вот без всякого пафоса. И это прям такой кайф. Вы увидели перспективу какую-то для себя, получается. Да. То есть и окружение вас привлекло. Это два основных фактора. Вообще важно оказаться в нужный момент в нужном месте, вы сами понимаете. Потому что если идет сильно вот такая борьба, некоторые говорят, нет, надо преодолеть, надо пойти дальше. Не знаю, бизнес по-женски, это по-другому. Это не надо вот так сильно головой ломиться. Да я тоже вообще в принципе за то, чтобы все было там само собой, по наитию, на волне. Потому что ты от этого тоже должен получать удовольствие. Зачем страдать? Череда событий происходит невероятная. Вот то есть август месяц, да, я вот с этой идеей, она у меня родилась, я ее села и прописала. Так, для кого? Для практикующих дизайнеров. То есть я не хочу плодить новых не до дизайнеров. Рынок перебитым, он сформирован. Я хочу помогать тех, кто уже в профессии, потому что сама это проходила. Я училась в Баунке, потом в Гуке, потом в Милане, потом я училась в деталях, я тоже много где училась. Мне все время что-то не хватало. И у них тоже самый такой инфоголод. И ты понимаешь, что можешь пригласить практикующих дизайнеров, и они реально могут им помочь. Все это, короче, придумала. И так как я вхожу в общественный совет образования, значит, у меня была, я поехала в Госдуму, такая интересная история. Приезжаю в Госдуму, а там как раз выступает министр образования наша, прекрасная Екатерина. И знакомлюсь с человеком, который говорит, слушай, у тебя такой проект интересный. Я ему рассказал, говорит, иди расскажи ей. Он говорит, министр образования, как я пойду к министру о проекте, которого еще и по сути нету. Говорит, да подойди, расскажи. Тебе это надо, давай. И он у меня как-то... Знаете, второй важный момент. Преодолеть себя. Должны быть люди, которые тебя не то что поддержат, а прям даже подтолкнут и скажут, давай, у тебя получится. Вот это прям классно. Так я подошла к министру образования, рассказала ей о проекте. Она тут же мне дала контакты своего помощника, и мы начали общение уже по этому проекту. Все, ребята. То есть это все прям вот так. Бизнес-ангелы. Это люди, которые добились уже определенных высот, да, и они занимаются наставничеством или чем? Что это за персоналии такие? Ну, честно, я не обращалась пока к бизнес-ангелам, потому что... А кто это? Ну, это люди, которые, в принципе, помогают тебе не только... То есть они твою идею. Я знаю одного бизнес-ангела прекрасного, как раз познакомилась с ним на регате. Первое, то есть это анализ того продукта, который ты хочешь представить. А дальше уже идет вопрос, где взять денег, кого, как и так далее. То есть они с этим вопросом, мне кажется, помогают. Ну, вот общаясь с ними, я поняла, что это так. Ну, это такая приватная беседа или это в формате оказания услуг за деньги? У них разные есть форматы. Еще раз повторюсь, я не обращалась. Я пока иду путем собственным. То есть я делаю свой проект сама. Масштабировать то, что развалится потом, нет смысла никакого. И бизнес-ангелы нужны, когда у тебя проект уже имеет какое-то твердое основание. Важно, знаете, что в акселераторе, и что меня реально радует, конечно, это движуха, которую устроили, потому что мы все общаемся. То есть мы в онлайн-бизнесе более-менее уже все друг друга знаем. Раз. Второй момент, что, в принципе, когда ты идешь своим путем, своим головой, это хорошо. В какой-то момент вот запуск идет, что-то не идет. Ты начинаешь копать. Ага, вебинар не тот. Так, где вебинар? Тут же раз написала, ребята, где вебинар? Ссылку раз, открыла в своем личном кабинете, посмотрела кучу продающих вебинаров. В принципе, есть информация, которая тебе нужна в какой-то конкретный момент. Запихнуть сразу такой объем информации тяжело. Мне важно, что помогло, это вот делай. То есть мой перфекционизм я у них сломала моментально. Лендинг на коленках сделанный, быстро собранная команда из 20 экспертов. Как их собралось, до сих пор не знаю. То есть люди просто пришли и стали преподавать. Ну, пришли дизайнеры вообще, которые, в принципе, я им сразу сказала, «Ребят, пока вот мы платить ничего не можем, мы запускаем этот проект, реально, нужно ваше экспертное участие». Я написала программу, написала методику, я съездила на кучу всяких презентаций итальянских академий и английских. Я, ну, действительно, порылась, поняла и настроила свою методику. То есть у меня есть собственная методика преподавания в академии. Она в разрыве от России, как у нас преподают. У нас как, знаете, такая гора, человек такой, вот эту гору начинает идти, у него рюкзак такой за спиной. И он начинает к ней, вот как на верес люди поднимаются, тебе еще камушки туда в рюкзак докидывают, 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 ты забираешься на самый верх, срываешь эту маску, кричишь, рюкзак срываешь. Ну, вот это история про любого инженера. То есть как раз. То есть ты доучился, тебе вот так все, ты говоришь, так все, я не инженер, я больше не хочу. То есть важно, чтобы все-таки знания сразу применялись и чтобы ими не пересытиться, скажем так. Вот тебе нужно, ты получаешь знания, нужно, получаешь. Чтобы тебе голод информационный пришел не через пять лет, например, когда ты в деятельность ведешь, а постоянно. Как с тетрадкой, в которой есть записи. Вот человек, который приходит в профессию, он чистая тетрадь, и ему лучше попасть сразу в хорошие, надежные руки, чтобы в этой тетрадке все было ровно, красиво отписано, ее пролистать потом можно было. А если дизайнер пришел и попал в чьи-то не очень хорошие руки на чьи-то курсы, он оттуда вышел, у него когда тетрадку ты листаешь, то у них каша в голове такая, что ты даже, когда им в начале курса говоришь, ребята, мы учимся по такой программе, вот так-то, так-то, и они все равно умудряются задавать какие-то вопросы, которые очевидны в работе. Даже элементарная цепочка взаимодействия с заказчиком у многих вообще не отработана. Ну, вообще нет. Люди не понимают, что такое упаковка, да? А знаете почему? Нет стандарта. Нет стандартов в дизайне интерьера. Соответственно, вы завтра придете на рынок и скажете, я дизайнер. И никто не посмеет вам сказать, так, подождите, а вы чертежи по какому густу чертите? Покажите по нормам. Какие чертежи, простите? Я не чертежи, я считаю, что в дизайне интерьера важно вдохновение. Ну, и так далее, и тому подобное. Мне очень понравилась фраза, если бы у всех женщин были высокие стандарты, всем мужчинам бы пришлось приспособиться. То же самое здесь. Если бы был высокий стандарт в дизайне, все бы понимали, что вот он уровень. Как бы ниже нельзя. Вам полгода. Оборот. Вот у меня просто в данных было 2 миллиона 100. За три месяца. Да, за три месяца. Сотни-то откуда-то прилипло. На самом деле, на два четких мы еще не вышли. Это раз. Опять же, у нас каждый запуск немножко по-разному проходит. Вот, допустим, сейчас мы провели интерьер для звезды. Он такой был затратный для нас курс, потому что были звезды, было съемки, были мероприятия. Хотя это онлайн-курс, но по итогу мы делаем живую защиту, потому что дизайнер выходит и презентует свой проект на огромном экране для живого клиента. И клиент выбирает лучший проект. То есть, как бы, в чем наше УТП? Это как раз в том, что мы работаем с живыми клиентами, с живыми объектами. Более того, это сейчас это звезды. Была Маргарита Пазаян, финалистка «Голоса». И мы работали с Екатериной Бобровой. Это олимпийская чемпионка мира, там, олимпийских игр и так далее. Это очень круто, потому что, конечно же, дизайнеры получают клиента, с которым они реализуют этот проект. Они, естественно, получают дополнительный пиар, который хотелось бы. И клиенты оказались довольны, потому что они увидели, ну, действительно большой выбор талантливых. Они говорят, мы сами не ожидали. Как вы располагаете звезд для того, чтобы они согласились сотрудничать с вами? Нетворкинг. Просто нетворкинг. Да, просто очень ненавязчиво и спокойно подойти к людям, ни на что не настаивая, при этом просто обозначить свои намерения. По-моему, вот это самое главное, потому что, мне кажется, звезды, они такие же люди, в принципе, с ними приятно работать, они талантливые, интересные, то есть, опять же, у них есть тоже свои потребности, задачи, и мы можем их решить, вот и все, то есть, ничего сложного. в онлайн-бизнесе, я пришла, это для меня новый бизнес, трафик слили, деньги слили, ага, поняли, так делать не надо. Курс запустили, поняли, ой, что-то как-то не тянем, много экспертов, а цена небольшая, и что-то надо делать. Потом попробовали, сейчас вот маленький курс, посмотрим, там всего пять преподавателей. То есть, это все равно, как мне правильно настроили, опять же, появились нужные люди, сказали, Аня, маркетинг это гипотеза, так что расслабься, все хорошо. И то же самое в курсах, то есть, ты думаешь, что вот эти вот топовые преподаватели вызовут тот самый ажиотаж, тот самый эффект, что к тебе пойдут учиться, а ничего не происходит. И где-то порой курс, где там чуть ли не один, несколько преподавателей, но правильные продажи, правильное позиционирование, правильно донесли информацию, и человек на это среагировал, о, классно, я хочу туда. Вот мы сейчас на именно продакшн будем много денег тратить. А, ну у нас по традиции наших интервью, мы хотим, чтобы вы предоставили нашим подписчикам канала, акселератора, скидку на обучение в вашей онлайн-школе по дизайну. С удовольствием. Давайте выясним, какая будет эта скидка и, собственно говоря, какой период времени она будет действовать после выхода этого интервью. У нас, смотрите, сейчас два курса выходят. У нас будет курс зимний интенсив, в котором будет звезда, известная сваха, Роза Сабитова. Мы будем дом ей делать. Очень крутой, я думаю, проект, потому что Роза очень интересный человек. Я думаю, что и дизайнерам с ним будет очень круто работать. Не говоря про то, что она очень медийная, и, конечно, дизайнеру светит большое светлое будущее. уже 18 февраля стартует, может быть, даже чуть позже, там, зависит от набора группы, стартует курс, мы на него, в принципе, мы можем дать, как нашу закрытую скидку для учеников, то есть мы даем 20% скидки. Это очень большая скидка. В течение какого срока будет активная скидка после выхода видео? Ну, давайте так, я думаю, что сутки мы можем дать. Сутки? Да. В течение суток после выхода видео? Да. Очень хорошо, мне кажется. Это очень хорошая скидка, потому что, ну, такая возможность, чтобы в одном проекте была звезда, были топовые преподаватели, они у нас реально топовые, это топ-100 лучших дизайнеров России, и при этом куратор, который постоянно с этим, со всем, понимаете, да, плюс я, со мной прямые разборы, прямые эфиры каждую субботу, я со всеми с ними полностью разрабатываю каждый проект, мы все обсуждаем. И есть маленький курс авторского надзора, он там стоит каких-то очень больших денег, на него мы тоже можем дать 20% скидки, он классный, то есть, кто сомневается, пока, понятно, нам не доверяет, кто эта девушка, кто эта академия, вот, он как раз для того, чтобы понять, кто мы, что мы, и что мы можем дать, потому что там такие вот вкусности. Класс. В общем, нам, да, дело за малым, осталось выбрать слово, которое будет являться промокодом. РАД. РАД, просто РАД. Просто РАД. Просто РАД. Давайте РАД 1 будет. Хорошо. РАД 1. РАД 1. Все, друзья, чтобы не путаться, промокод, который дает 20% скидку на обучение, РАД 1. Да, и она действует ровно сутки, потому что мы таких скидки не даем. То есть, у нас есть максимальная скидка, там, где-то 10%. Эксклюзив. Это эксклюзив, да, ребят. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Было максимально интересно, живо и очень приятно с тобой. Спасибо. Да, мы. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова